Всем привет! С вами Формула Семьи, 5 мая, 14.00. Пятница. Мы начинаем и в студии у нас сегодня Юрий Пожидаев и Эльвира Чепенко. Здравствуйте, Юрий! Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Юрий так закатывает рукава. Да, у Эльвиры такое интересное настроение. Какое настроение? Вот такое, одиночески игривое. Я просто зла. На что? На опоздание. Никто не опоздал, мы в эфире. Хорошо, поехали. Юрий закатал руки, он готов, он готов разносить стереотипы о мужчинах и женщинах, он готов нам повествовать, почему же мужчинам нужно иногда побыть одному, и гораздо больше, чем женщинам. Вот сегодня на эту тему будем говорить. Ну да, друзья мои, хочется, чтобы вы тоже включались, потому что я думаю, что вот тогда, когда одни не понимают других, как правило, возникают недоразумения, конфликты и какие-то разногласия, раздосадования, когда женщина пытается до мужчины достучаться, достучаться до небес, достучаться до его черепной коробки, достучаться до его самосознания, а не получается. Потом она берет, наверное, его за шиворот или за воротник-косорочки или как-то другим образом. Может быть, поливает его водой, но ничего не получается. Вот сегодня, друзья мои, будем говорить, ну зачем мужику надо уединяться, вообще зачем мужику надо побыть одному? Зачем мужику гараж? Зачем мужику гараж или зачем мужику удочка? Вот представляешь, некоторые мужики любят зимнюю рыбалку. Вот я думаю, что нужно сделать такого в моей собственной жизни, чтобы я полюбил зимнюю рыбалку? В моей жизни я только один раз ходил на зимнюю рыбалку, мне лет, наверное, 20 было, прошло 30 лет, друзья. Я помню, когда на меня надели эти стеганые штаны, всю амуницию, и мы пошли. Вот само передвижение до места лунки, до места бурения, это было так тяжело. И вот этот сам процесс, когда ты садишься, тебе дают маленькое что-то такое, которое качается, которое надо дергать, и это может продолжаться часами. Но вот к такой медитации я был не готов. Не сложилось у меня с зимней рыбалкой. Но обычно, если мы говорим про мир весь, про Россию, то зимняя рыбалка – это аналогично зимней попойке, нет? Попойке, но это потом, это все зависит. Это либо отмечают улов, либо переживают, что его не было. Да, абсолютно точно, но я как-то не входил в эту группу попоек, поэтому мне было очень скучно, и вот я повторюсь, не сложилось. Поэтому, друзья мои, если вы мужчина, напишите, зачем вам нужно уединение. Если вы женщина, если вы знаете, зачем нужно нам мужчинам уединение, тоже нам пишите, делитесь опытом. А если вы еще не знаете, то… Сегодня узнаете. Ну, сегодня узнаете и спросите нас, может быть, вы не знаете почему-то, или знаете что-то, чего мы не знаем. Нам написал Илья Богданов. Добрый день, Эльвира и Юрий. О, моя тема, как же я люблю быть один. Почему? Напишите нам, почему вы любите быть один. Илья, да что же вы там… Сейчас у вас там сезон такой хороший, все цветет, а вы один. Ялта. Ялта, да, Ялта все цветет, а вы один. Я, когда готовился к эфиру, конечно, я всяких историй сегодня начитался, и вот одна из них хочу сейчас вас познакомить с этой историей. Мужчина пишет, вот одна моя знакомая, как он пишет, из позапрошенной жизни, ну, назовем ее условно там Фроси, она была убеждена, что мужчина и женщина, которые вот составляют пару, ну, муж и жена, да, они обязательно должны спать под общим одеялом. Это вот непременное условие, которое должно всегда существовать. И если вдруг мужчина начнет претендовать на отдельное одеяло, это истерика, это конфликт, это недоразумение, это значит, мужчина… Это бред, ну ладно. Это бред, но это в действительности есть. Понимаешь, вот нужно всегда спать в обнимочку, жена должна спать там на правой или на левой руке. Чтобы она отсохла, да, в конец уже, чтобы она онемела и отсохла. Ну, так бывает, и тогда, ну, например, да, у нас два дела с моей супругой, потому что она любит потеплее, я люблю похолоднее, я не могу. Аналогичная ситуация. Я просто не могу, ну вот бывает даже надо уединиться порой для того, чтобы поспать одному, потому что позы-то у всех разные во сне, например, у меня поза, хотел сказать, экзотичная, но не экзотичная, я люблю спать на животе, у меня как-то вот такие руки в одну сторону, ноги в другую, и это нужно определенное пространство вокруг меня, и тем самым я отталкиваю все, что рядом со мною. В том числе и своей супругой, да, с забой, с кровати. В том числе, поэтому у нас кроватка достаточно такая широкая, чтобы моя жена могла удержаться на кровати, да, чтобы я во время сна там не вытолкала. Ну, вот так вот бывает, потому что даже у некоторых женщин есть конкретные стереотипы, что мужчина должен быть непременно рядом. Ну вот рядом, здесь. Но привяжите к ноге его, как собачку, что? Ну зачем к ноге? К руке я хотел. К руке, да. К ноге неудобно, ты же упадешь. Нет, к ноге руки свободны, понимаете? Продукты можно из магазина нести. Ну, может быть, да. Ну, это в действительности есть, друзья мои, и поэтому вот есть определенные стереотипы. И у нас вот, конечно же, есть особое или не особое понимание любви, когда женщины уверены, что мужчина должен быть обязательно рядом. Это во-первых. Во-вторых, женщина уверена в том, что мужчина должен обязательно всегда ее слушать. А в-третьих, женщина уверена в том, что мужчина не только ее должен обязательно слушать, но и активно участвовать во всех беседах, которые она устраивает. Вот она соскучилась, он приходит, и там накопилось очень много всего, и она начинает это все вот ему говорить. Я слышал тут одну интересную шутку такую. Почему у женщины количество произнесенных слов в раз больше, чем у мужчины? Потому что она все повторяет по три раза. Конечно, потому что ей приходится все повторять. Но это шутка, конечно, друзья мои. Это не шутка, это правда. То есть Эльвира Чепенко сейчас вот в эфире заявляет, что она своему мужу все повторяет по три раза. Да не по три, но бывает такое, что ты говоришь-говоришь, и потом так на тебя смотрит, лицо такое непонимающее. И я такая, ты чего меня не слушал, да? Прости. И такая, понятно. И заново. Ну, ты в действительности уверена в том, что твой муж не соображает? То есть его... Нет, он просто думал о своем, он не слушал меня ему, это было неинтересно. Поэтому, когда я пытаюсь что-то повторить второй раз, я уже гораздо короче... А зачем ты проговаривала всю эту мысль, если ты понимала, что он тебя не слушает? Я понимала, ну, когда я поняла, тогда я остановилась. Да, да. То есть я говорила, 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 потом смотрю, ага, понятно, все, приехали. Ну, я думаю, что для того, чтобы мужчина понимал, ну, надо как-то... Ну, ты же знаешь своего мужчину, ты же знаешь своего мужа, ты знаешь, когда он находится в активной позиции слушания. Ну, теперь-то да, а раньше-то нет. А, то есть ты сейчас научилась, и ты теперь можешь сказать, что мой супруг слушает меня тогда, когда его зрачки, они там 3 миллиметра, когда его руки ничего не теребят, когда у него губы в неподвижном состоянии и так далее. То есть есть какие-то маркеры, на которые ты полагаешься? По крайней мере, я думаю, вот маркеры, на которые я полагаюсь, это для многих будет маркером, это контакт глазами. То есть если человек на тебя смотрит, то у тебя есть хотя бы шанс, хотя бы шанс, что тебя услышит. Я тебя уверяю, Вера, я вот учился, у нас мой сокурсник был, он умел спать с открытыми глазами, его звали Денис. Да, я поняла. И это было невероятно, это просто было шоу, так перед глазами рукой ему водишь, и он продолжал спать. Потом он просыпался, и говорит, Денис, ты спишь? Он говорит, не, не сплю. И попробуй докажешь, что он не спал. Ну, можно было, конечно, что-то повторить, еще что-либо. Но он спал с открытыми глазами. Мужчины, они умудряются спать даже с открытыми глазами, представляешь? Вот они умудряются побыть в одиночестве. Друзья мои, дорогие мои женщины, дорогие наши спутницы, дорогие наши жены, дорогие наши возлюбленные. Я вот как мужчина вам говорю следующее. Мужчине нужно отстояться где-то и побыть одному. Ему нужно привести свой мозг в порядок, свои эмоции в порядок ему нужно привести. Ему нужно, вот понимаете, он как самолет, который прилетел, и чтобы не отправляться в следующий рейс, ему нужно отстояться, ему нужно все привести в порядок. Поэтому вы должны это запомнить, вы должны это принять, и вы должны как-то вот к этому приспособиться. И поэтому хотел бы, чтобы вы ничего не накручивали, хотел бы, чтобы вы не впадали в депрессию, вы постоянно не гонялись за мужем с какой-то метелкой, поварешкой, я не знаю, там с чем-то. Я говорю, ну поговори со мной, но поговори со мной, но пожалуйста. И потом вот эта вот заветная фраза. Ты что, меня не любишь? Вот эта вот заветная фраза. Ты что, меня не любишь? И у мужчин возникает такой вопрос. А с чего ты взяла, что я тебя не люблю? Почему ты сделал так? Ну ты же со мной не разговариваешь. Ну мы же с тобой поговорили уже. Мы не обо всем с тобой поговорили. И вот порой женщине нужен какой-то определенный, вот словарный какой-то, ну, выхлоп, так его назовем. Обычно другое слово. Ну вот словарный выхлоп, и мужчина должен все это слушать. Ну понимаете, вот мужчины, они из тех, которые пытаются словарный выхлоп как-то систематизировать, как-то понять. Систематизировать все то, что говорят женщины, это невозможно. Ну он пытается, потому что он так устроен. Потому что если речь обращена к нему, то он должен как-то разобраться в этом. У нас есть несколько сообщений. Илья Богданов нам пишет. Я не знаю почему, честно, но это такое счастье, когда ты один дома. Захотел, включил музыку погромче. Захотел, лег и включил киношку новую. Да даже домашние дела. Посуду помыть, пропылесосить. Люблю делать, когда один дома. Опять же, музыку погромче. Взял тарелку в одну руку, губку в другую и намываешь. Ммм, красота. Молодец, Илюш, спасибо большое. Вот у меня тоже такая история. Один мужчина пишет, что он пишет о том, что иногда делится опытом с вами, что иногда нужен раздельный отпуск. Конечно, кто-то скажет за, кто-то скажет против. Ну, понятно, что такие вещи случаются, но просто вот сейчас история, потом у нас еще есть сообщение. Допустим, Илья пишет, Илья, не Богданов, на другой Илья пишет, что отпуск просто необходимый. Конечно, сложно представить счастливую пару, в которой оба имеют абсолютно разные представления о досуге и не проводят свободное время вместе. Как сложно представить и пару, которая ест вместе, спит вместе, да, которая под одним одеялом. И вот такие ситуации, конечно, лучше не рассматривать. Но порой мужчине хочется побыть одному, да, ему хочется посмотреть «Звездные войны», ему хочется просто по квартире погулять в своих любимых труселях, ему хочется перегладить все шнурки, короче, выдохнуть, восстановиться морально и, наконец, соскучиться по своей любимой. — И что делать? — И что делать? — Любимой куда-то нужно уезжать? — Любимой, ну, ей можно отправиться во Францию на шоппинг на три дня. — А кто оплатит все это дело? — Ну, любимой пусть оплатит билет туда и обратно, а шоппинг за ее счет. Ну, лак-то можно купить в Париже. — No comments, честно. — Ну, конечно. Ну, можно отправить на шоппинг вышний булочок. Пусть попробует что-нибудь купить в вышнем булочке. Ну, в Петербург можно съездить, в Эрмитаж. — Хорошо, с этим соглашусь. — Понимаете, друзья мои, это очень важно, когда люди могут куда-то... Вот это слово хотел, друзья, использовать. — Отъехать. — Юрий, не надо рано еще. — Просто отъехать куда-то ненадолго, да, на два-три дня, побыть в одиночестве, почитать любимый роман. Ну, вот почитать... Вот моя жена сейчас прочитала «Вино из одуванчиков», она мне его подсунула. Я, к сожалению, его не читал. Но коллективно читать очень сложно. Вот, Эльвира, ты вслух читаешь своим мужем? — Нет, я читаю про себя. — А чего нет? Ты же любишь своего мужа? — У нас разные интересы. — Ну, пусть он приобщается к прекрасному через тебя. Читай ему вслух. — Ну, если ему не нравится то, что я читаю. Не любит он. — Интересный вопрос, что ты читаешь, но мы выясним это чуть-чуть позже. — Селянка, хочешь большой, но чистой любви? — Да кто же ее не хочет? — Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06 Продолжаем эфир. Тема у нас сегодня «Почему мужчине нужно побыть одному?» Спорим, как это делать, одному ли, и так далее, и так далее. И вообще, почему это нужно больше мужчинам, чем женщинам. Итак, на чем мы остановились? — Ну, мы остановились на том, что такого читаешь, что не читает твой муж. — Ну, например, мне не нравится совершенно «Глуховский метро 2033». Ну, не мое это. А ему не нравится Брэдбери. — То есть не как Брэдбери. То есть надо как-то пререкламировать ему. — Анна Каренина ему не нравится. Просто, понимаете, разные вещи. — Ну, Анна Каренина скучновато. — Вот, а мне нравится. Видите? Я вот такая-то занудная буквоедка. Понимаете? Мне нравится в этом. — И это нормально, что ему Брэдбери не нравится и Анна Каренина? Ему нравится что-то другое. Это же нормально. — Конечно. Поэтому мы находим общую интересную вещь. — Он больше экшн какой-то любит. — Да. — Ему нравится экшн. Тебе экшн не нравится. Хорошо, ты поехала куда? Поехала в Ялту и на берегу там прочитала еще раз Анну Каренину и побывала одна. — Я передам ему. Пусть оплатит билеты. — Пусть оплатит билеты. Ну, Илья может там найти тебе такой дешевый хостел, если что. У нас же есть радиослушатели в разных местах, которые могут своим любимым радиоведущим... — Так уж любимым. Сегодня в «Студии Плюс» узнаем, любимым или нет. «Студии Плюс» будет сегодня про передачу «Формулы семьи». То есть мы будем смотреть, кто любимый и кто не любит. То есть мы будем сегодня выяснять, кого уволят. Но ладно, друзья мои, мы сегодня говорим не об этом, а мы сегодня говорим о том, что уединение очень важно для мужчин, потому что мужчине все-таки нужно побыть одному для того, чтобы привести свой собственный мозг в порядок. И так или иначе, мужчина, когда... Ну, когда он живет, когда он проживает дни, все-таки он активно мозг использует. Эмоции где-то очень глубоко у него спрятанное, и поэтому мозг нуждается в восстановках. Мозг нуждается в том, чтобы его успокоить, перенастроить и настроить еще на хорошую и добрую волну. Ой, Илья тут сразу написал, Эльвира, жду в гости с нетерпением, как-нибудь обязательно выберемся к вам. А еще есть сообщение от Галины из Москвы. «Добрый день, мои дорогие, как же прекрасно для мужчины побыть одному. Он просто сам с собой разбирается, что, зачем, почему, когда, сколько» и так далее. Он просто растворяется в себе и становится сильным. «Давайте не будем лишать мужчин побыть, ну, лишать мужчин возможности», наверное, хотела написать Галина, «побыть самим собой». И дальше она тоже пишет, кстати, после того, когда мужчина побывает наедине, он такой счастливый. Ну вот видишь, видишь радиосуществ, что пишет? Ты как-то сказал, что я с вами спорю. Я сегодня с вами не спорю. Я с вами не соглашаюсь. Как вы помнишь, как Рина Зелёная в одном фильме, удивительное дело, что вы со мной не спорите. Да, сегодня, да. Но мне не нравится вот эта вот тема, что если я хочу побыть дома и отдохнуть, ты куда-нибудь свали, дорогая. Может, ты свалишь, раз тебе надо? Не, ну надо договориться, Эльвира. Ну, нужно договориться. Пусть он сходит в Сокольники, там не так шумно, или куда там, в Бышевский парк. Я хочу неделю жить дома, не убираться, ничего не делать. То есть есть такие женщины, которые не хотят убираться и пробираться сквозь мусорную корзину. Не, на самом деле, я знаю несколько историй, когда вот муж и жена, они живут, всё хорошо, у них дома чисто, жена такая хозяюшка, всё за всем следит, а тут муж, значит, уезжает в командировку. И на неделю на это жена затаривается колой, чипсами, пиццей, чем дошираком вообще, в общем, всем ужасным, что такое. Дома не убирает грязь, как это в одежде валяется, ещё что-то. Ну и к приезду мужа, соответственно, всё, она опять наводит чистоту, себя приводит в порядок, и всё замечательно. То есть у неё отдых такой. Да, но прикольнее, когда муж возвращается из командировки неожиданно раньше. Это, конечно, оврал, полный оврал. Я даже не знаю, как это комментировать. Я сейчас на секунду, друзья, представил. Я приезжаю, и не могу двери открыть. Потому что там мешает, потому что там куча вещей, там какой-то мусор вообще. Я захожу на кухню, и попадает моя нога в кучу, в лужу кетчупа, я падаю, бьюсь головой, и меня увозят на скорую помощь. Ну, можно вот написать такую заметку. Но зачем всё-таки людям, и в частности мужчинам больше всего, нужно побыть одному? Ну, во-первых, вот это уединение, оно помогает яснее мыслить. Всё-таки мысли проясняются. То есть более адекватно мысль становится. Поэтому вот он побыл в своей каморочке, он побыл в гаражике, он гаечки покрутил, машинку перебрал, что-то на станке там поделал, посверлил, напильником построгал, рубанком построгал, напильником попилил. и глаза прояснились, мысли становятся, друзья мои, яснее, да? Я задумалась про искусство, зодчество, ладно. То есть Эльвира куда-то... Эльвира вот... Вот только когда глаз вводишь от Эльвира, Эльвира сразу уходит в уединение, друзья мои. Уход в астрал такой, да? Ну, потому что, опять, так или иначе, вот почему мужчине? Вот мужчина имеет такое, ну, большое... Ну, он греется. Вот есть такие аппараты, которые греются, да? Вот, например, у вас есть, может быть, какой-то электрический, нечаянник электрический, а просто аппарат, который греется от напряжения. Слушайте, ну, любые компьютеры и телефоны это делают. Ну, понятно. Вот мужчины, вот представь, что вот все, что греется вот вокруг тебя, это мужчины. Они греются, они не спускают пары, и поэтому им нужно время для того, чтобы, ну, вот остыть. Ладно, хорошо. Вот им нужно время. Каждый сам для себя выбирает, как это время проводить. Это рыбалка, охота, еще что-то, ну, такой более-менее тихий и спокойный отдых на природе. Или это может быть выброс адреналина в кровь, типа, не знаю, картинг, какие-то, вот, забыла, как это, когда с шариками, с красками стреляют. А, да. И вы тоже забыли, да? Я хотел сказать рафтинг, но это не рафтинг, это что-то другое. Я забыла, я совсем. Пейнтбол. Пейнтбол, точно, вот. Каждый сам определяет? Или все-таки для того, чтобы перезагрузить мозг, нужен действительно спокойный отдых? Не, понимаешь, у каждого есть какие-то свои привычки, как гастрономические привычки. И как-то мужчина, он же определяет свою собственную жизнь, и что-то, что-то, вот он, он посредством жизни, ну, что-то приходит в его жизнь. Вот я знаю одного своего товарища, он очень любит квесты, он мне постоянно рассказывает, на каком он квесте был. Там, квест там, типа, типа, «Ходячие мертвецы», там, квест там еще какой-то, квест такой, вот он в гробе там был, какой-то ключик искал, там, и все остальное. А я знаю, что это такое, да-да-да. Да, вот он ходит на квесты, меня на квест затащить, в гроб меня положить, но я еще належусь в гробу, что мне там делать? Поэтому это не мое, понимаете? Не бери, боже мой, цитату эфира возьму. Ну, это не мое. Вот, ну, у каждого, вот мальчик развивается, у него что-то появляется там, ну, спортивная секция далее. Есть мужики, которые, они идут в спортзал, и они там железо тягают, вот они там, вот диски, вот штанга, и вот это железо, вот они его тягают, дышат всем этим спертом воздухом, они железо потягали, остыли головой, допустили пар, да, мышцами напряглись и вернулись такими остывшими, с ясными взглядами, с ясной головой домой. И теперь мужчина, когда он остыл, он способен разговаривать со своей женой, он способен ее воспринимать, он способен давать, рефлексировать, давать обратную реакцию, потому что для женщины же правда важна обратная реакция, что муж ее слышит, понимает, и Влад, или как это, в попад кивает головой, вот он попадает своим кивком, именно нужно кивнуть тогда, когда это нужно, а женщина это чувствует, а женщина это понимает. Конечно понимает. Конечно понимает. Ну, второй момент, зачем мужчине нужно уединиться, ну, чтобы понять, где он прав, где он не прав. То есть, они все-таки анализируют свое поведение. Ну, а что ты думаешь, мужчины без аналитического мышления, что ли, еще как анализируют. Ну, например, тебе не нравится свекровь, по каким-то причинам. Ты говоришь, вот твоя мама, вот она пришла, ей все здесь не нравится, вот твоя мама такая заносчивая женщина, она вот тут вот, она тебе с тобой манипулирует, вот и так далее. Вот, ну, не завадилось у тебя со свекровью. Мужчине нужно проанализировать и понять, и разобраться в этом вопросе, а правда ли его супруга на маму наезжает, это или неправда, гонит она на нее или не гонит. И делает он в это свободное время. Конечно, ему нужно, ну, потому что мама, понимаешь, вот мама была всегда мамой, а вдруг он любит маму, и он любит свою жену. А как разобраться-то вообще в этом во всем? А как, ну, понятно, что автоматически легче принять сторону жены, потому что он все-таки к ней ближе и так далее. Ну, тогда разрыв срабона, то маму надо как-то, нужно разобраться в этом, нужно, нужно аргументированно поговорить, своей женой. Понимаете, с женской точки стороны, вот я сейчас пытаюсь это представить в голове, что там каждый выходной или куда-то мой муж уходит. Для женщины это как выглядит, что он не хочет со мной проводить время, что, подождите, подождите, что не хочет со мной проводить время, что ему неинтересно быть дома, может быть, у него есть кто-то на стороне, как он проводит это свободное время вообще? То есть, а вдруг у него есть человек, которому он доверяет гораздо больше, чем мне, и вот в эти дни он просто, причем я сейчас говорю не о том, что там эта женщина, он с ней изменяет, да, я имею в виду, что там даже если это мужчина-друг, который гораздо ближе по там тайным секретам и по душевному такому состоянию, чем женщина, чем жена, это обидно. Вот женские мысли, которые приходят в голову. Поэтому мы хотим их привязать. Я понимаю, о чем ты говоришь, но у меня возникает такой вопрос. Ну, раз женщины хватает времени на такую аналитическую артподготовку, на такую аналитическую артподготовительную позицию, ну, значит, надо женщинам чем-то занять. Мудро, очень мудро. Понимаешь, потому что я думаю, что многие вот эти вот всякие подозрения и все остальное, они проистекают, во-первых, из-за невежества, из-за того, что мы чего-то не знаем про мужчин. А во-вторых, из-за того, что, ну, нечем заняться женщине. Вот она, вот муж уходит, а она не знает, чем себя занять. То ли яйцо с мятку сварит, то ли вкрутую. И вот начинается эта вот дилемма. Это вот Буриданов-Осёв в гости приходит, и вот это вот все по кругу начинает идти. Ну, мои хорошие, мои возлюбленные женщины, надо на нее находить себе применение. И мы говорим о том, что отношения между мужем и женой складываются на доверии. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И под властьем приказу слышим. В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Продолжаем эфир «Формула семьи». Сегодня мы говорим, почему мужчинам нужно побыть одним. Вот Никита прислал сообщение, да где же вы такую жену найдете, которая даст мужчине остыть или отдохнуть, собраться с мыслями. Вы знаете, Никит, если раньше я к вам как-то неправильно относилась, потому что ваши сообщения были все такие женоненавистнические, то теперь мне кажется, что вам... У Эльвиры прозрение произошло. не повезло с женой, правда. Ну а вдруг повезло, он просто пишет как-то от третьих лиц. Ну, Никит, вот поэтому есть «Формула семьи», поэтому я будущим женам и настоящим говорю, мои хорошие, вы хотите как там, большой и крепкой и вот этой любви, ну оставляйте мужчин иногда в покое, ну не теребите вы их как плюшевых, не делайте из них плюшевых мишек и не теребите вы их постоянно, но они нуждаются в особом уходе, понимаете, в особом, это... Эльвира так на меня посмотрела, в особом уходе это не значит, что это особая неженка какая-то, ну в понимающем уходе, да, то есть нужно понимать, что мужчина нужен, а мы из них вот делаем то, что мы хотим из них делать, вот наверное мы пытаемся мужчины забить наши дыры, мы пытаемся мужчины восполнить какие-то наши ожидания и так далее, и сделать удобным для нас мужчину, чтобы он был удобным для нас, но это ж не кресло. Хорошо, но слушая вас, я понимаю, что мы в разговоре так развязываем руки мужчинам о том, что ага, вот, все, теперь я могу быть один, сколько я хочу, потому что мне это нужно. Вот к чему вопрос. Мы не об этом говорим. Ограничить как-то, я не знаю, пребывание мужчины одного или разобраться, но согласитесь, если он каждый вечер проводит один для уединения, для собрания с мыслями, это развал семьи. Конечно, но естественно, что когда мужчина приходит, вот ты как супруга, ты знаешь своего мужчину, ты знаешь своего мужа, в каком настроении он приходит. Если ты видишь, что твоего супруга, у него как-то челли, прикус изменился, он такой пришел весь, так как глаз у него подергивается, то не стоит с ним разговаривать, надо оставить его в покое, потом покормить его, помнишь, как в сказке у Бабы Яги, покормить, накормить, спать, уложить баньку там, сводить, а потом уже дела какие-то решать. Но не надо его потрогать в этот момент. То есть, я не хочу, чтобы у нас было какое-то особое расписание, но так или иначе, в процессе жизни мы начинаем чувствовать и понимать друг друга. И поэтому нам нужно прислушиваться к другому человеку, присматриваться, принюхиваться к другому человеку, условно говоря. Мы должны понимать, когда это время нужно. Я всегда, я за расписание, конечно, но я не такой стопроцентный сторонник всевозможных расписаний, ну, потому что жизнь, она такая, ну, ну, не односложная. Там постоянно какие-то повороты за вороты, навороты бывают, что только не бывает. никто же не знает, когда придет начальник и там наорет, и муж там уволит его, а у вас сегодня не запланировано, чтобы мужчина был один, он ведь пришел дерганный, у него какой-то там казус, казус и реализ случился, а у вас сегодня не запланировано. Дорогой, у тебя про расписание в субботу уединение, поэтому ты сегодня не имеешь права на это. Но я вот не знаю, я за то, чтобы... Я не про расписание, но согласитесь, когда... Ладно, хорошо, вот ограничение какое, да, ограничение? Как вы относитесь к ночи? Вот супруги ночи должны вместе проводить? Ну, я имею в виду в одном помещении, там, в кровати и так далее, в смысле, муж ночью дома? Или он может и ночью уединяться? Я думаю, что ночь надо проводить, потому что вместе, почему? Потому что это здоровье. И если мужчина... Когда мужчина играет по ночам во что-то, в танчике, да, мои любимые... Вы сейчас это задели за живой одного нашего слушателя. Думаю, он скоро позвонит. В танчике, когда он играет, когда он уходит. И есть такие мужчины, которые прячутся за этим. У них на первом месте стоит не уединение, но у них на первом месте стоит игромания. Они хотят играть и говорят следующее. Они как бы выдают это за уединение. И они говорят, слушай, дорогая, в общем, мне надо побыть одному, мне надо поиграть, я должен расслабиться, все остальное. Но здесь уже нужно разбираться, поэтому здесь на первом месте танки стоят, а не уединение стоит. Я думаю, что раз в неделю у мужчины должно быть такое время. Опять, супруги могут договариваться. Супруги могут договариваться и говорить, слушай, вот я хочу, там, я в спортзал буду ходить, там, с друзьями, или один, или я там пойду на велике покатаюсь. Ты не против? Не против? Ладно, езжай, покатаюсь там два часа на велике. Но такое время нужно, и я думаю, что раз в неделю, ну, несколько часов это обязательно должно быть у мужчин. Есть еще сообщение от Никиты. Дело не в том, плохая жена или хорошая, дело в том, что всему учить надо. Чем в школе занимались? Занималась почему-то? Ну, ладно, чему родители учили. Но школу не учат тому, как строить семью. Ну, школа, наша школа, к сожалению, вот наша именно русская школа, хваленная и возносимая до небес, она, к сожалению, учит тому, чего жизни потом не надо, как правило. Это 90% того, что не нужно. Даже, я помню, когда я учился в 10 классе, у нас были НВП, начальная военная подготовка. Вот я не был в армии, зачем меня учили, как одевать противогаз, и постоянно не хватало моего размера. Всего было три размера, первое, второе, третье. Вот зачем мне эта информация не нужна, что вот противогазы вот в то время были трех размеров? Я больше не знаю, зачем изучали мои интегралы, ну, ладно. Ну, интегралы, ну, понимаешь, начальная военная подготовка, это вроде как бы надо, это можно где-то еще применить там. Когда гражданская оборона, когда там что-то вот взорвется, куда идти, какая-то колонна и так далее. Хотя бы вот это и то. Это настолько к жизни все неприменимо. Но я согласен абсолютно с Никитой. К сожалению, к сожалению, у нас происходит это бойня в семьях, разводы и так далее, потому что, потому что люди неподготовленные, потому что они даже не знают самого элементарного, как обращаться с женщиной, какие нужды, потребности есть у женщины, даже особенности мужского организма и особенности женского организма, да. Например, знать, что у женщины бывают же особые дни, когда там меняется настроение, бывают гормональные, всевозможные там выбросы, бывают, как я сказал, выбросы, бывают, после родовой депрессии и так далее. Много чего происходит. То же самое с мужчиной, кризис среднего возраста. Надо же залезть, прочитать вообще, что с моим мужем происходит, очень непонятно, что я начинаю его, беру обзик и начинаю его пилить. Оказывается, ну, происходит вполне закономерная вещь, когда мужчина понял, что он прожил большую часть своей жизни и ему кажется, что он прожил ее просто вот в тар-тарара. И он не удовлетворен своей собственной жизнью, ему помощь нужна, не пилешь ему нужен. И, конечно, нам нужны знания, нам нужно просвещение, вот просвещать, даже в самых элементарных вещах. И я, когда, ну, я работал с разными, например, с адаптацией студентов, ну, приходилось студентов, ну, они, конечно, там есть скидка, они были в детских домах, учить самым элементарным вещам, как разговаривать. Я вот на консультациях, я часто об этом говорю, что, когда люди приходят к объединению на предбрачное консультирование, я учу их к чему? Как разговаривают друг с другом, понимают друг друга. Не умеют. Обычно это эмоциональные выбросы, куда-то в пустоту. Они набросали друг другу чего-то, у кого ли друг друга? Разошлись, остыли, сошлись. И до следующего, до следующего раза. Вот так они существуют, так они живут. Они, они не умеют понимать друг друга. Поэтому, Никита, спасибо, что вы нас слушаете, пишите, и надеюсь, что вы будете эти знания, которые вы получаете, передавать дальше в массы, так сказать. Ну что, друзья мои, следующий момент. Зачем мужчинам нужно уединяться? Ну, потому что, когда он находится в уединении, то тогда никто не может повлиять на его решение. То есть, это он сам принимает то или иное решение. Ну, вот я сегодня пример привозил, как там, как к своей маме относиться, или как к его жене относиться к свекрови. Он сам в тишине, в покое, взвесил то, взвесил следующее, сравнил друг с другом и принял это решение. Он пришел там из своей пещерки, своей коморки, своего угрожая и говорит, так, моя золотая, теперь мы будем, как в песне, ну, группа любая есть такая, мы будем жить теперь по-новому, мы будем жить теперь по-новому, ах, люба-люба-люба, и так далее. То есть, у нас теперь будет вот так. Почему? И он раскладывает все жене. Жена, конечно, впадает в такую предварительную кому психологическую, не понимает, что там происходит, но мужчина так твердо, так лаконично, так хорошо все ей объясняет и соглашается. Потому что женщине что нужно? А женщине нужно крепкое плечо, убежденность мужа, неистеричность мужа, он говорит, слушай, будем вот так, вот так и вот так. Ну, конечно, женщина может покапризничать, конечно, она может не согласиться, понятно, но когда она видит на мужчину, что да, вот то, что он говорит, он уверен в этом, он убежден в этом, и хочется идти за таким мужчиной. Правда, Эльвира, или нет? Правда, правда. Эльвира, как будто, как гостях у сказки, она сейчас сидит, и не хватает такого, как это называется, творки, чтобы она открыла, и так далее. Еще один момент, о чем мне хочется сказать, друзья мои, почему все это нужно, ну, потому что одиночество, не одиночество, а уединение, оно как-то коррелируется с свободой. Вот поймите, что мужчина, ему нужно свободу. Вот женщине нужно замуж, а... Я не хочу, чтобы вы вешали ярлык на вот реально мужское, женское, на гендерное такое, я не знаю, на половое, что все женщины хотят замуж, все мужчины хотят свободы. мы сейчас говорим о тех женщинах, которые хотят, а не все хотят. Ладно, ладно, хорошо. Правда это? Да. И не все мужчины хотят жениться, кстати говоря. Мы сейчас можем говорить про гендерное различие или про что-то другое. Не все хотят жениться, потому что есть мужчины, которые хотят, ну, состояться в карьере. Ничего в этом плохого нет. Но мне кажется, мужчине семья состояться в карьере меньше всего будет мешать. Это женщине обычно мешает, по крайней мере, в наших условиях. Ну, да, естественно, что это декретный отпуск, это нужно ребенка пристроить, если он другому болеет, ну, там много есть причин. Но про свободу вы правы, я понимаю вас, да. Ну, мужчине нужно это. Потому что все-таки женщина... Я не хочу никого абсолютно обидеть, но женщине, опять, нужно это крепкое плечо. Ей нужен настоящий мужчина, за которым она пойдет. Этот мужчина должен быть достаточно сильным, уверенным, да, в том, что он мужчина, во-первых, в том, что он может совершить поступки, в том, что он может заработать, защитить, обогреть, обустроить. И за таким мужчиной легко идти, и за таким мужчиной хочется идти, потому что он мужчина. Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернуться в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь. Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Друзья, мы сегодня говорим на тему «Почему мужчине нужно побыть одному?» Почему это нужно больше, чем женщин? Как это происходит? Звоните, пишите, делитесь вашими мнениями. Любите ли вы проводить время в одиночестве? Важно ли оно для вас? Или, может быть, вы считаете, что нет, мужчине не нужно быть одному, это только его расхолаживает. Будем ждать ваши комментарии. Да, друзья, мы всегда с удовольствием читаем ваши комментарии, комментируем ваши комментарии, потому что это всегда... Мы всегда... Комментарии, ладно, всегда. Да, мы всегда за живое общение, потому что, когда есть живое общение, это всегда намного интереснее. Но мне хочется, знаете, еще о чем, вот затронуть какой аспект и до конца передачи поговорить о этом. Что происходит с мужчиной, если его не отпускать в это одиночное плавание? Вам сразу финал озвучить или как? Ну, давай. Финал заявления на развод. Заявление на... Ну, правда, да, потому что он... Мужчина заявления на развод. Конечно, а со стороны мужчины. Он скажет, все, ну, может, не развод в смысле, он реально уедет, он скажет, все, я не могу с тобой больше жить, я как в тюрьме. Не, но это мужчина, который брутально смелый, так его назовем. А, мы про подкаблучников сейчас, да? Ну, мы можем говорить про разных, потому что из брутально смелого можно сделать подкаблучников. Все зависит от подготовленности женщины, насколько мама ее подготовила. Слушайте, вам это, сейчас только армию собирать против мамы женщины, ну, ладно. Да нет, ну, не армию, но я встречаю таких людей, вот я сейчас консультирую одну пару, интересная, да, он такой, он такой здоровый, спортом занимается, она, она, она постоянно пытается от него выбить какие-то решения, она, она начинает с ним разговаривать, говорит, ну, когда ты примешь решение, мне больно, она устроит, небольшие такие эмоциональные потрясения для него, а вот чем больше этих потрясений, тем больше начинает сомневаться вообще, зачем мне все это надо, вот зачем? Он говорит, ну, вот это вот, он начинает кукситься, он начинает отстраняться, а чем больше он отстраняется, тем больше она начинает напрягаться, это, я уже устал, я говорю, так все, без меня вы не разговариваете, вы разговариваете только со мной, потому что, как только они начинают вместе встречаться, это просто какой-то, какой-то, не знаю, карабах какой-то возникает, какой-то, 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 тар-тар-тар-арам какие-то возникают, понимаете, друзья мои, ну, вот, что происходит, женщины, просто для вас информация, просто для вас советы, чтобы вы понимали и знали, если мужчину не давать возможности для того, чтобы он был один, что происходит тогда? Он становится пассивным. Ему ничего не надо от жизни, он не хочет за вами ухаживать. Конечно, если вы его не отпускаете, как Эльвира сегодня говорила, если вы привязали какой-то конечности к руке, к ноге, может быть, к ручке дверной, может быть, к серванту, к ножке, если вы его вообще привязали, к батарее, наручникам приковали, но он будет пассивным, вот вы ему скажете сделать, он сделает, не скажете, он не сделает. Вот, а что ты, вот придете вы, а что ты вот это вот не убрал, ну, ты же вот смотри, мусор тут лежит, все остальное, ну, что ты не убрал, ну, ты же не сказала мне, а что ты все посудил, не помол, помол только вот эту чашку, ну, ты же не сказала об этом. Это отношения мамы и сына. Ну, к сожалению, отношения мамы и сына, это достаточно распространенная модель, которую мы встречаем, вот, 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 среди нас всех, потому что мама, в основном, воспитывает детей, потому что папа, если, ты не случайно затронула, хороший момент, ты заострила, что мужчины, они не уединяются, они отстраняются, к сожалению. Почему? Потому что некоторые женщины в воспитании детей, они берут на себя такую тотальную инициативу, что они мужчину вытесняют, потому что я мама, я сама знаю. И самое главное, они же тем самым и от себя мужчину отталкивают. Конечно, конечно. Потому что теперь мужчина видит связь мамы и ребенка, ребенка и мамы, и как-то в этот тандем ему ни с какой стороны не подлезть. Все начинается с рождения ребенка, я родила, я знаю, она его кормит, у нее там лактация, молоко, она его пеленает, все остальное, она его купает и так далее, а мужчина только памперс выкинуть до мусора. И так со стороны посмотреть, да? Не, ну со стороны посмотреть, потому что ты сейчас его сломаешь, у тебя руки большие, ты тут накурился, ты тут вот инфекцию принес, ты там еще чего-то и так далее. Все, мужчина что делает? Он привыкает, что ребенком занимается женщина, и он туда вообще не, ну подарки только дарит, он туда вообще не, он не приходит туда, а обратно его пригласить туда, сказать ему, иногда, когда женщина устает, когда у нее заканчивается порох, там, заканчивается сила, она начинает его клеймить позором и говорит, ну как же это твой сын, это твой ребенок, тебе он неинтересен и так далее. И мужчина падает в ступор, в недоумение, вообще что делает, я даже не знаю, как, потому что отношения-то развиваются. Очень смешной примерно эта тема, значит, мама утром спешит на работу, она не может отвезти ребенка в садик, это девочка была, у нее там был какой-то, не знаю, концерт, не концерт, не суть, и просит это сделать отца. И присылает ему здоровенную такую смсищу, где она пишет, так, кофточку вот в этом ящике возьми, колготки там возьми, одень, переодень, все, с собой возьми вот это платье, вот эти сандалики, в садик придешь, вот так переоденешь, курточку по погоде и то же самое с платьем там, либо джинсики и курт, в общем, вы понимаете, да, мне вот такая смсища. Знаете, что он в ответ написал? Я не поведу ее в садик. Ну, естественно, потому что это, надо подвиг совершить, чтобы прочитать это все, во-первых, запомнить. Даже я бы не повела ребенка в садик. Открыжить это все, вот это я сделал, это я не сделал, и у него просто стресс, эмоциональное потрясение возникает вот от всего, от этого, сколько надо запоминать и так далее. Но жизнь надо как-то, не надо ее усложнять, она так сложная, надо как-то упрощать. Итак, женщины, не делайте, пожалуйста, мужчин пассивнее, ну, дайте пассивными, дайте им провести время с самим собой, чтобы они были мужчинами. Во-вторых, что происходит с мужчинами, он перестает ощущать какое-то влечение, какую-то романтику воспроизводить, к своей собственной жене. Она теряется. Ну, он здесь рядом всегда, он всегда, он всегда на короткой, на посылках там, он всегда здесь. Ну, а зачем, а зачем, а зачем какие-то поступки-то совершать? А зачем, а зачем что-то, какую-то романтику устраивать? Ну, мы и так вместе, что тебе, что, я здесь, я рядом, вот песня, опять песня, мне сегодня на песню тянет, мы вместе. Ну, что тебе нужно? Ну, мы и так вместе. Зачем все это? Ну, я тут лежу на диване, как цветочек, такой лежащий георгинчик, такой большой, ну, и зачем все это? Поэтому, ну, не удивляйтесь, мои хорошие, если такие метаморфозы случаются с вашим возлюбленным. Следующий момент, то есть, некоторые мужчины, они становятся раздражительными и злыми, они становятся еще, вот это слово мне нравится, моя бабушка говорила, бурчащими. Ну, конечно. Бу-бу. Ты встречала таких мужиков, которые бу-бу-бу? Да, встречала, встречала. Бу-бу-бу-бу, как двигатель какой-то работает, как генератор они начинают, они ворчат по любому поводу, они все, вот есть мужчины, они всем недовольны, всем недовольны. Вот встречаются такие мужчины, всем недовольны, когда такие мужчины приходят куда-то в магазин, и они начинают просто морально насиловать продавщицы, кассиршие, какой-то обслуживающий персонал, потому что, ну... Не, ну и женщины такие есть, давайте честно. Женщины такие есть, но женщинам скидка. Да? Ну, почему? Да, потому что, ну, потому что все-таки женщина слабое существо, она может покапризничать. Так, вот почему скидка, так, я против такой скидки. Нет, ну... Женщина слабое существо. А почему она не слабая? В некоторых аспектах она уже слабая, она более эмоциональная. Но в некоторых аспектах мужчины... А в некоторых она сильнее. А мы не говорим сейчас о том, что вообще она слабая? Нет, вы сказали, женщина слабая... Ну, скидка, да в каком, когда бу-бу-бу-бу, а не во всем. все, хорошо. Хорошо, убедил. Хотели спорить? Вот. Да, Вот и немножко мы поспорили Естественно, что мужчина Он раздражительный, он злой У него что-то не клеится, что-то не получается Такому мужчине уже очень сложно угодить Что бы ты ни сделал, правильно я понимаю? Конечно И причем это с возрастом все больше и больше Да, а 30-летние такие, это совсем крах 30-летний крах, а представляешь, какой он ядреный будет к 50 Да, если доживет Такой ядрененький Я даже не представляю Ядрененький бу-бу-бу Ужас У нас в Самаре, моя жена там У нее дача, вот она ездит на даче Вот есть такой сосед Ему где-то 50-60 И я его называю падишахом Почему? А потому что жена, вот когда он приезжает на дачу Он почему-то ходит в белых каких-то штанах По даче, например Таких джинсах каких-то белых И он как вот падишах он ходит И она его называет Ой, сейчас мой Ленечка расстроится Что с женщиной произошло? Ведь поймите, мои дорогие женщины Ведь когда вы мужчине не позволяете уединяться С вами что же происходит изменение? Мамочка Мамочка И потом она становится такой мамочкой-угодницей Она абсолютно стирается все ее грани, все ее барьеры Она растворяется в этом муже Потому что муж постоянно раздражительный И нужно его угодить И она из вот такой как бы независимой сильной женщины Превращается вот в такую немного согбенную Такую прислуживающую особу Это больше с возрастом приходит Это уже 50-60 лет И она И вот такого монстрика Такого она себя воспитала Который ходит вот в белых штанах Который тут Ты что, куда пошла? Ты что, посадила? Это не то? Бурдит и так далее И она уже боится Как бы этого маленького плюсика Вот этого маленького своего Ну как маленького Большого, конечно Но она его малышом как бы вот так считает Не расстроить, не обидеть И картина такая Ну, комедийная Противная картина Противная Фу Не надо так делать, друзья Не стройте себе такое будущее Вот вам приятно сейчас было слушать Юрия? Мне нет Ужасно Я специально выгущаю немножко краски Для того, чтобы люди Внимали Друзья мои Надо внимать Надо слушаться И то, что мы слушаем Надо как-то использовать это в жизни Потому что, к сожалению Мы являемся только порой слушателями Но надо еще Чтобы мы воплощали Вот мудрые идеи В свою собственную жизнь Чтобы не допускать Чтобы наша жизнь Она не была такой О которой вот В плохих примерах я рассказываю И последнее Мужчина, у которого нет уединения То он что может? Он может уйти в алкоголь В зависимости в какие-то В новую пассию В новую пассию Ну обычно таких подбирают Потому что есть женщины-охотницы такие Не, ну я о том, что если Брак вот Например, с рождением ребенка Мужчина чувствует себя лишним Он хочет почувствовать себя Для кого-то мужчиной Конечно Ну вот, пожалуйста Или кризис среднего возраста Конечно Я еще мужик Я еще докажу Дайте мне молоденькую Ну там Седина в бороду Без в ребро Ну, конечно Я согласен с этим Поэтому, дорогие Наши слушатели И слушательницы Особенно Отпускайте своих мужчин Вот в гаражах И помните о том Что это время Которое им важное Которое им необходимо Вот так мужчины устроены Так мужчины устроены Им нужно время Для того, чтобы побыть одному А в то время Пока он в гаражике Сделайте себе маникюр Правильно Причесочку Встретите его Красивая такая Правильно Он вас только любить будет Сделайте его красивой Не в дырявых тапках Если у вас есть дырявые тапки И рваный халат засаленный Выкиньте его Выкиньте его Я вас умоляю Устройте Устройте Не знаю там Костер прошлой жизни Костер прошлой жизни Просто мы умоляемся Верой вас Пожалуйста И хотелось бы Чтобы вы понимали Потребности друг друга Потому что Если вы сделаете шаг На встречу своему супругу Тогда он начнет замечать Вашу какую-то потребность Начнет ее восполнять Потому что Мы же созданы друг Для друга А зная свои плюсы Свои минусы Мы делаем Нашу жизнь просто Невероятной Красивой С вами была передача Формула Семи Мы сегодня говорили Об одиночестве В хорошем смысле этого слова Почему людям нужно Побыть одному Одним вернее А особенно конечно Мужчинам Друзья Цените ваше время Проводите его Субтитры создавал DimaTorzok